В данную минуту мы пройдем вместе с вами пошагово очередной тест-нет, либо же будущий ретро-дроп от проекта LayerZero. Что это такое, простыми словами? Это связующее звено между разными блокчейнами, то есть протокол взаимодействия с сетью. По сути, LayerZero поставила за миссию замену мостов, которая помогает перевести токены с одного блокчейна в другой. При этом вам нужно платить большую комиссию непосредственно разработчикам этих мостов. Почему мы будем участвовать именно в этом проекте и какие шансы на ретро-дроп? На самом деле я очень надеюсь, что данный проект раздаст какую-то награду ранним пользователям и тем, кто делал тест-нет. Потому что как минимум мы можем увидеть супер крутые фонды, такие как Binance Labs, Phantom, Avalanche, Multicoin, Capital, Anderson Horowitz, Uniswap Labs, Sequoia, Polygon, Coinbase Ventures. Все, на этом можно уже даже не продолжать, здесь просто невероятное количество крутых фондов. А это значит, что нам в любом случае нужно попытаться повзаимодействовать на всех этапах данного проекта. Первый шаг, который нам необходимо сделать, это перейти на сайт, подключить кошелек и получить наши тестовые токены. Для этого мы воспользуемся сайтом USDC Fawcett.com. Выбираем блокчейн эфира, указываем адрес, на который мы хотим получить токены, ставим галочку, что мы человек и нажимаем Submit. Далее переключаемся на сеть Avalanche и также выбиваем адрес своего кошелька. Проходим капчу и нажимаем Submit для того, чтобы получить еще и тестовые токены на блокчейне Avalanche, на тестовой сети. Далее переходим к следующему сайту, который называется Gurley Fawcett. Здесь мы будем получать эфир на газ, но для этого нам изначально необходимо пройти регистрацию через почту. Нажимаем Sing up for free here и регистрируем через почту свой аккаунт. Подтверждаем на почте, после чего возвращаемся на сайт, где у нас есть небольшой вопросник. После того, как мы прошли все этапы, нам необходимо указать свой кошелек в пустой строке. Не забываем, что указываем адрес своего кошелька MetaMask. И также важно не забывать о том, что используйте для тестнета в ретродропах кошелек MetaMask, где у вас нету больших денег, где просто есть какие-то копейки на комиссии. Поскольку все это может быть достаточно рискованным мероприятием, можно попасться на фишинг. Нажимаем кнопочку Send me ETH. После чего переходим на Avalanche Fawcett и получаем токены на обмен и на газ. Сверху у нас будет сеть Fuji Seed Chain, дальше выбираем USDC. После чего вбиваем ниже в строку адрес своего MetaMask. Здесь есть даже подсказка лисичка нарисована. И вторая подсказка, что это не реальные токены, это токены тест на это, поэтому они особо ничего не стоят. Указываем кошелек и нажимаем получить один USDC. Транзакция сразу же осуществилась и мы можем увидеть транзакшн ID, то есть хэш данной транзакции. Далее выбираем следующий токен AVAX и также запрашиваем тестовые токены. Все по аналогии, получили тестовые токены AVAX и переходим к следующему заданию. Переходим на USDC Bridge, подключаем свой кошелек MetaMask. Сверху указываем TestNetGearly, то есть это сеть, которую нам необходимо выбрать, на Fuji. Здесь нам необходимо сделать несколько обменов между сетями. Соответственно я выбираю один USDC, справа я вижу, что у меня есть в наличии 10 и нажимаю кнопочку Transfer. Автоматом не сразу предложит поменять сеть эфира на сеть Guerlain, что я и сделаю нажав на кнопочку Switch Network. Опровнули транзакцию, дальше подтверждаем MetaMask и саму транзакцию. Теперь разворачиваем сеть, смотрим, что один USDC уже пришел на Fuji и соответственно с Fuji высылаем уже его на Guerlain. Подтверждаем транзакцию MetaMask. Далее переходим к следующему проекту, который взаимодействует с Layer Zero и является мостом на данном протоколе. В данном проекте Stargate уже есть нативный токен SCG, который торгуется. Что нам нужно сделать на данном этапе? Во-первых, подключить кошелек на сайте Stargate Finance и далее обменять токены в разных сетях. Здесь мы можем выбрать любой блокчейн, на котором мы хотим обменять токены. Вы можете сделать обмены на нескольких блокчейнах, но учитывайте, что нужно заплатить комиссию в монетках данного блокчейна. Я выберу эфиры на сети, к примеру, Arbitrium. Укажу количество 0,017 к примеру и подтверждаю обмен MetaMask. Далее нам нужно подождать, пока исполнится транзакция, 4 минуты 22 секунды. Пока, чтобы не терять время, перехожу во вкладочку следующую, которая называется Pool. Здесь нам необходимо добавить ликвидность в любой из пулов, ниже указанные во вкладке Available доступные пулы. Я выберу USDC на оптимизме и добавлю сюда, к примеру, 1 доллар. Переключаю сеть в MetaMask на оптимизм и подтверждаю транзакцию. Все, видим, что транзакция подтвердилась. И слева у нас выскакивает окошко Go to Farm. Здесь теперь мы можем 1 доллар, который лежит у нас в пуле, положить на фарминг. Вернее, чуть меньше, поскольку за транзакцию мы заплатили еще комиссии. Нажимаем Approve, подтверждаем кошельком. После того, как мы положили фарминг, мы заходим на главную страницу. Можем видеть, что в Your Pools у нас лежит 1 доллар, который мы туда положили. И во вкладке Farming мы также можем увидеть 1 доллар в фарминге. Помимо этого, важно упомянуть, что если вы кладете в фарминг 1 тысячу токенов, то, соответственно, вы можете получить роль в дискорде LP Farming. Не факт, что это что-то даст, но, тем не менее, если интересно, можете зайти в дискорд и почитать об этом более подробно. Переходим обратно в наш пул и нажимаем Remove, забираем обратно наш доллар. Здесь можно положить 10 долларов, 100 долларов, как позволяет вам ваш бюджет. То есть, по сути, мы в любой момент можем забрать наши токены, там нет фриза, нет заморозки. Следующий проект, с которым мы будем взаимодействовать, называется HashFlow. Этот проект не так давно выходил на бинансе. HashFlow – это децентрализованная биржа, которая помогает торговать любым активом в любой цепочке за несколько секунд. То есть, по сути, с помощью HashFlow мы можем беспрепятственно обменивать наши криптоактивы между разными цепочками. И нету при этом никаких мостов и никаких других забот. Что нам нужно делать? Перейти на uphashflow.com, подключить свой кошелек. Далее нам необходимо здесь сделать несколько обменов. Токены и сети вы можете выбирать на свое усмотрение. Я сделаю обмен в рапнутого эфира на обычный эфир. Укажу количество 0.04 эфира и, соответственно, комиссия будет всего лишь 1 цент. Все, транзакция осуществилась за считанные секунды. И следующим шагом я обменяю USDC на USDT. Укажу максимальное количество, которое у меня есть на кошельке. Нажимаем Unlock, Confirm и, соответственно, Trade. То есть, сделаем обмен. После чего разворачиваем и возвращаем обратно USDT на наш USDC. Опять-таки подтверждаем все транзакции MetaMask. Следующим шагом мы переключаемся на децентрализованную виршу SushiSwap. Подключаем кошелек MetaMask. Нам нужно зайти на вкладку XSwap, выбрать любые криптоактивы на разных сетях. Я выберу Arbitrium, эфирный Arbitrium, к примеру, на USDC, но на сети Оптимизма. И, соответственно, попробую сделать сейчас такой обмен. Указываю 0.001 и нажимаю Switch to Arbitrium. Переключаю сеть, делаю непосредственно сам обмен. Но перед этим, конечно же, Approve. Далее подтверждаю Swap. Далее ждем несколько секунд и можем увидеть этапы происхождения транзакции. Сначала обмен 1.001 эфиром на USDC, на Arbitrium One. Потом отправляется USDC в необходимую цепочку с помощью того же моста Stargate Finance. И далее трансфер 1.24 USDC к получателю на Оптимизме. И далее проделаю все наоборот. С Оптимизма вышлю на Arbitrium One. Укажу 2 доллара. Соответственно, это у нас будет такое количество эфира. Подтверждаю транзакцию, делаем Approve. Все по классике. И ждем исполнения транзакции. Следующий протокол, к которому мы обратимся, называется WooFi. Здесь нам необходимо сделать обмен также между сетями. То есть просто использовать данную своплку. Давайте я отправлю USDC в сети Оптимизма на сеть Аваланчи. Далее у нас ускакивает предупреждение о том, что это CrossChainSwap. То есть это обмен между разными сетями, соответственно, он займет немножко больше времени, чем классические обмены. И здесь есть ограничение на один своп, не более 5000 долларов эквивалента. Нажимаем подтвердить, что мы знакомы с информацией. И я указываю 1 доллар, отправляю на Аваланч. Подтверждаю MetaMask и запускаю данную транзакцию. Меняю 1 доллар на Оптимизме на Аваланч. Соответственно, я получу 0.08436 Аваланча. Здесь можно посмотреть путь USDC на USDC и далее на Аваланч. Подтверждаю данную транзакцию и подтверждаю еще MetaMask. Далее обменяю еще 1 USDC в сети Оптимизма на токен, к примеру, Фантом. И за 1 USDC я получу 4,5 токена Фантом. Обмен также через USDC, потом уже Фантом. И еще 1, давайте Арбитриум. 1 доллар меняю на USDC с сети Оптимизма на сеть Арбитриума. Следующий протокол, который мы будем использовать, называется Angel Protocol. И Angel Protocol не имеет значения. Подключаем свой кошелек MetaMask. И здесь нам необходимо обменять любой наш криптоактив на AG EUR. Выбираем его снизу и выбираем, что мы хотим на него поменять. Я выберу USDC, поскольку они у меня есть в наличии. Указываю 11 USDC на 10 токенов AG EUR. Ниже можем видеть RAID, то есть курс 1 USDC равно 0.9485 данных токенов. Далее одобряем транзакцию и совершаем SWAP. Данную транзакцию я проделала на сети Оптимизма. И далее то же самое проделаю еще и на блокчейне Арбитриума. Выбираю Арбитриум сверху. Указываю USDC. Максимальное количество у меня меньше 1 доллара, соответственно, так и обмениваю. Делаю APPROVE и SWAP. Далее спускаемся в вкладочку BRIDGE и также по бриджу вам наши токены. Это мы находимся в левой стороне на токенах AG EUR. Выбираю необходимые токены. Вот у меня на счету сейчас находится 0.949. Я всему выбираю максимум на сети Арбитриум. И перевожу эти же токены, но уже на сеть Оптимизма. Нажимаю кнопочку BRIDGE и, соответственно, все это в метамаске подтверждаем. Разворачиваем обратно с Оптимизма на Арбитриум. И перегоняем все то же самое обратно. Подтверждаем транзакцию. Все, готово, здесь мы справились. И далее перехожу обратно в SWAP и продаю свои токены AG EUR обратно на USDC. То есть проделала все эти SWAP и BRIDGE и вернула обратно себе свои доллары. То же самое, если хотите, можно проделать еще и с токеном ANGEL. Сначала их купить и потом воспользоваться BRIDGE. И последний шаг на сегодня делаем кросс-чейн отмены на OmniPTC. Здесь я выберу блокчейн полигона, второй Аптоса и, соответственно, отправлю один матик на Аптос. Справа у меня появится окошко, где написано, что время ожидания около 50 минут. И забыла еще один шаг. Это приобретение NFT. Переходим на сайт TOEFL NFT COM. Выбираем любую NFT. Я выбрала, которая стоит 10 центов. Очень дешево. Нажимаю BUY NOW. Соответственно, подключаю кошелек. Покупаю эту NFT и сразу же выставлю ее на продажу по фиксированной цене. Все, по сути, все, что нужно было сделать на этом сайте, это приобрести и поставить на листинг продать желательно NFT. На этом все. Напишите в комментариях, если вы делали еще какие-то доп. активности и использовали другие проекты и протоколы для того, чтобы увеличить свои шансы. И до скорой встречи в новых классных роликах.